АВИС Привет всем! Я вам представляю АВИСа. АВИСа – студент 2-го курса филологического факультета. И он согласился дать интервью нашей ассоциации, рассказать о своей студенческой жизни в нас. Большое спасибо, АВИС. Нет, точно. Первый вопрос. Не мог бы ты рассказать немного о своем факультете? Да, конечно. И мне зовут АВИС. Привет всем! Я учусь на 2-м курсе филологического факультета. Изучаю русский и польский языки, также и чешский язык. Уже 4 года я живу в Франции со своей семьей. И выбрал эту профессию, чтобы стать учтением русского языка, как иностранного. А как вообще протекает в НЛС студенческая жизнь? Даже можно сказать не то, что в университете, а вне стен университета. Вне стен очень интересная жизнь, потому что в НЛС 60 тысяч студентов. И есть много баров, дискотек. Там есть кафе English Park Night, чтобы практиковать свой английский язык. Этот бар организовали учителя английского языка в университете. Также есть кафе Белонг, там можно разговаривать на разных языках. Там эрасмусы приезжают и другие национальности. На дискотеках есть специальные вечеринки для студентов, которые учатся на разных факультетах. На медицинском, на филологическом и на других. А вообще в НЛС много русскоязычных студентов? В русскоязычных на нашем курсе учатся 15 человек. Ну да, много русскоязычных людей живет. Не всем я знаю. Ну бывает, потому что много, поэтому надо не висеть. То есть ты знаешь. А вот у тебя, например, запомнился тебе какое-то студенческое событие в прошлом году, в этом году? В прошлом году была вечеринка филологического факультета. Потом еще были разные экспозиции, тоже в университете и вне университета. Также организм были, ну сейчас не вспомните, не все. Ну очень много было и разных вечеринок вообще много. Каждую неделю по две девочки. То есть здесь студенты не скучают? Не скучают вообще. И учиться, и еще и сходить на разные вечеринки. Причем вечеринки такие интересные, всегда какие-то тематические, да? Хорошо, спасибо большое. И еще один вопрос. Вот, например, русскоязычный студент, он никогда не был во Франции, или был, но только как турист, он бы хотел приехать сюда учиться. Вот какую бы ты первую информацию посоветовал бы посмотреть о нас и вообще, о студенческой жизни? В первую очередь надо посмотреть на сайте университета. Там есть страница русского факультета. Там объясняется все, что все предметы, которые мы проходим, все языки, которые преподаются на университете. Там и потом можно посмотреть историю города, музеи, другие, церкви, все, что есть в городе. И выбрать свой университет, где он хочет учиться, например, в лингвистику или иностранный научный. Научный, да? Научный, да. Да, такое. И затем уже нужно искать себе жилье. Жилье это с помощью КРУС надо искать. Это центр регионального жилья и обеспечения пособием для студентов. Моноимущих студентов? Да, у которых. Для иностранных студентов это консульство. Франция и в России должны решать эту проблему. А для студентов, которые живут во Франции, это делается через помощь КРУСа. Но КРУС также может найти жилье. Это студентские обсужития, где вы можете жить за 200-150 евро в месяц. А что ты можешь сказать, например, о студенческих столовых? Как ты рекомендуешь или нет? Потому что в русском понятии иногда, когда слышим слово столовая, говоришь, о, столовая. Ты здесь хочешь студенческих столовых? Да, два раза в неделю ходим, два раза в неделю, смотря как. Ну да, это не столовая, как у нас в России. Это буфет, как шведский стол. Что хочешь, выбираешь. И за 3 евро можешь. Очень вкусно поесть. Очень вкусно, самое главное. Очень вкусно поесть. Очень вкусно поесть. Хорошо, спасибо большое за полезную такую информацию. Я думаю, благодаря тебе мы смогли или сможем привлечь уже русскоязычных студентов в НЛС. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.